Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о своем исследовании, к которым я вынудил провести обращение нескольких граждан. А вопрос касался по поводу возникновения необходимости уплаты НДС при продаже жилья. Как выяснилось, российская газета 8 ноября этого года опубликовала статью нерентабельная сделка. Так вот, в этой статье журналист, видимо далекий от права, не провел какой-либо линии разграничений между физическим лицом, между индивидуальным предпринимателем, между коммерческой недвижимостью и между жилой недвижимостью. И, в общем, исходя из этой статьи, можно сделать вывод, что у гражданина, который сдавал жилье в аренду, а потом еще и решил его продать, он, значит, обязан заплатить 13 процентов налога, ну, как для физических лиц НДФЛ. Да, плюс ко всему еще НДС 18 процентов, а если он НДС 18 процентов не заплатил, то ему полагается еще и штраф за это. И, в общем, так вот, из расчета по данной статье ситуация приходила к тому, что там чуть ли не 50 процентов надо заплатить налоги. Вот, ситуация бредовая, честно говоря, начал выяснять откуда растут ноги, но все, что я понял, скорее всего, речь идет о деле, которая в Тюмени у нас рассматривалась. 31 мая 2016 года, дело А70-1228-2016. В арбитражном, суде, рассматривалось дело. Вот, его там, по-моему, три или два раза уже направляли на первую инстанцию, в общем, они там прыгают, прыгают. А суть дела заключается в том, что индивидуальный предприниматель, на самом-то деле, сдавал свое коммерческое помещение, на самом-то деле, в аренду. И так получилось, что он сначала был индивидуальным предпринимателем, потом статус прекратил, потом опять его возобновил. И, в общем, в связи с этим до него докопалось налоговое, что, типа, дорогой друг, у тебя тут предпринимательская деятельность. Более того, у этого предпринимателя еще и вид такой предпринимательской деятельности был указан в качестве возможных видов деятельности, как сдача в аренду. И вот все это породило иск со стороны самого предпринимателя по обжалованию действий налоговой. Ну, в общем-то, в чем ему и отказали. Тут, как бы, рассматривалось несколько историй, почему ему отказали. В том числе и со сроками он тоже не поторопился. Они сначала обжаловали в одном суде, а потом выяснилось, что надо обжаловать в другом. Так вот, к чему я это все веду. Во-первых, у граждан, продающих свои жилые помещения, даже если они сдавали в аренду, никакого НДС не возникает. Подтверждением данного факта, ну, на самом деле, уже кто-то до меня поторопился и написал комментарий к этой статье. Прямо на сайте российской газеты. Я, конечно, дополнил еще эту вещь. Ну, не знаю, публикуют или нет. Ну, во-первых, НДС сделки с жильем вообще не облагаются. Более того, у нас есть постановление Пленума Верховного Суда номер 23 2004 года о практике по делам о незаконном предпринимательстве. Как это относится? Да, ну, вот если у нас человек сдает свое жилье постоянно в аренду, является ли это предпринимательством или нет? Вот в Пленуме дан ответ не является. Соответственно, никакие НДС государству при сдаче жилья в аренду гражданами, опять же таки, не обладающими статусом индивидуального предпринимателя, не полагаются. Поэтому историю с НДС, с граждан при продаже жилой недвижимости, я считаю, закрытой. Ссылки на всякий случай я дам в описании, потому что, я так понимаю, несмотря на то, что 10 дней назад была дана эта публикация, ажиотаж вокруг этого только нарастает. Ну, не знаю, попробуем его погасить. Постараюсь развесить это видео. В общем, без НДС сделки с жильем проходят у граждан. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!